Как вы уже знаете, древние римляне придавали большое значение обустройству своего погребения и установке надгробных памятников. Иногда подобные памятники содержали в себе не только формализованную информацию о погребенном, его статусе и возрасте, но и дополнялись произвольным текстом с историями о его жизни и смерти. Этот дополнительный текст мог быть сентиментальным, поучительным, ироничным, а то и вовсе едким и саркастичным. В Помпеях было несколько мест, где могли проводиться захоронения жителей города. Как правило, некрополи располагались у городских ворот или же в окрестностях Помпеи за границей города. Вот некоторые из них на современной карте. Обозначим их по названию ворот. Могилы более богатых и знатных граждан располагались вдоль дороги, которая ведет к некрополю Геркуланских ворот. Менее богатые, но все же еще достаточно состоятельные граждане устанавливали свои нагробные памятники и плиты вдоль дороги у Порта Нокера. Вот так выглядят Порта Нокера сейчас. Сверните перед воротами налево, и вы увидите шестиметровый монумент из кирпича с нишей, в которой расположены три статуи. Вот он. Этот памятник принадлежит Публию Визонию Филеросу. Все статуи под натиском времени утратили свои головы, но по одежде и благодаря надписи ниже мы можем вполне уверенно сказать, что тут представлены двое мужчин и одна женщина. Дословные расшифровки текста надписям вам наверняка помогут наши предыдущие видео, посмотреть которые вы можете, перейдя по ссылке. А мы лишь ограничимся рассказом о его содержании. Первая фигура – это Публий Визоний Филерос, вольноотпущенник Визонии. Имя Визонии здесь явно не указано, есть только буквы Г и Л – Гайя Либертус, то есть вольноотпущенник женщины. Но давайте посмотрим на следующий блок текста. Визония Публифилия Патроне. Обратите внимание на полностью написанное слово Патроне. Покровительница. То, что Публий был рабом Визонии и был ее отпущен на свободу, следует и из номина Публия – Визоний. Так что можно не сомневаться, что первые две фигуры представляют собой вольноотпущенника и его хозяйку. Третья фигура – это друг Публия – Марк Орфелий Фаустус. На это указывает слово Амико. Бывший некогда рабом, Публий сделал отличную карьеру, что он и постарался подчеркнуть, заказывая монумент. Фигура Публия облачена в тогу, а рядом изображена хозяйка Публия – Визония, ставшая его патроном и, вероятно, поспособствовавшая его продвижению по социальной лестнице. А в надписи рядом с именем Публия присутствует слово «Аугусталис» – «Августал». Это одна из высших должностей, доступных для вольноотпущенника. Жреческая коллегия августалов появилась в период принципата и отправляла культ императора и императорского рода. В провинциальных городах существовали севераты – коллеги из шести членов, которые занимались отправлением культа за свой счет. Обычно жрецами коллегии становились плебеи, и для этого требовалось сделать денежный взнос, хотя наиболее заслуженные граждане могли стать августалом и без оного. Вольноотпущенники же формировали отдельную очередь кандидатов в севераты. Обратите внимание, что заказ памятника и таблички был сделан до того, как Публий стал августалом. А августалис было добавлено уже после завершения работ. Фигура Визонии также представляет интерес. В древнеримской истории весьма широко освещены женщины из высшего сословия. Визония же, по всей вероятности, принадлежит к тому, что сегодня мы бы отнесли к верхней прослойке среднего класса. Она была не настолько известной, чтобы оставить о себе память в других источниках, но вполне состоятельной и влиятельной, чтобы стать патроном для своего вольноотпущенника, помогая тому финансово и поддерживая его социальный статус. Так что это, пожалуй, неплохой пример того, какими возможностями могли обладать женщины в то время. Ниже основной таблички с именами расположена еще одна. Она была добавлена уже после завершения работ над монументом. Это короткая история о предательстве того, кого Публий называл другом, о марке Арфелии Фаустусе. Путник, остановись на минуту, если тебя это не затруднит, и узнай, чего стоит опасаться. Этот человек, которого я считал своим другом, возвел на меня обвинение и открыл судебную тяжбу. Благодаря богам и моей невиновности я был спасен от этой беды. Пусть же ни духи-хранители, ни боги не примут человека, который лжет о делах. Хотя статуя Марка Арфелия осталась на своем месте, участок для будущего захоронения его тела Публий изъял. Место в нише монумента, изначально предназначавшееся для Арфелия, было засыпано и забетонировано. Если верить археологам Лепецу и Иван Андринге, римские законодательные акты гласили, что могила не считалась священным местом до тех пор, пока в ней не было захоронено тело. И только после захоронения она становилась защищена законом от осквернения. Поскольку Марк Фаустус был все еще жив, Публий имел полное право уничтожить могилу подобным образом. Этим он раз и навсегда закрыл своему другу доступ к месту будущего погребения, которое ранее сам же ему и предоставил. Для этого он разрушил плиту, которая закрывала углубления для двух соседствующих и все еще пустующих могил. Затем он разрушил стелу в честь своего бывшего друга. А после этого засыпал погребальную урну, предназначавшуюся для останков Фаустуса, и керамическую трубу, через которую на них должны были подаваться ритуальные возлияния. В итоге получившаяся могила была накрыта новой плитой, на которой было отмечено имя Публия Филероса, и обозначены увеличившиеся размеры места, уготованного отныне для будущего захоронения одного лишь Филероса. По какой причине Публий Визоний решил не удалять статую своего бывшего друга из ниши, неизвестно. Возможно, это стоило бы лишних денег. А может он посчитал, что в сочетании с портретом вероломного друга история об этом предательстве будет более назидательной и память о ней сохранится дольше. Так или иначе, Публий Визоний, желая придать огласки и вечной памяти, свою обиду, вполне добился своего, запечатлев эту историю на надгробном памятнике. Неизвестно, был ли Марк Орфелий действительно виновен в каких-либо недостойных деяниях, но именно таким человеком, предавшим своего лучшего друга, его и запомнили. Стремление спортсмена обвинить в своем проигрыше рефери отнюдь не современное явление. Следующая история – свидетельство того, что подобные жалобы имели место и две тысячи лет назад. Эта надгробная плита была найдена на территории Турции, и сейчас экспонируется в художественном музее в Брюсселе. На ней изображен гладиатор Деодор, который, по всей видимости, одержал победу. Его поверженный соперник, Деметрий, сидит на земле, моля о пощаде. Деодор держит обоих руках по мечу. Можно было бы предположить, что он был демахером, гладиатором, сражавшимся двумя мечами. Но текст на надгробе объясняет это по-другому. Надпись выполнена на греческом, и детальный перевод у нас сделать не выйдет, так что давайте доверимся исследователям. Деодор родился в Амисусе. Это современный Самсун в Турции, на побережье Черного моря. Там же он и сражался на арене. Профессор Майкл Картер считает, что в эпитафе вполне ясно утверждается, что Деодор поверг своего соперника на землю, но не стал добивать. Он также держит меч Деметрия в левой руке. Это должно было бы стать концом схватки и признанием победы Деодора. Однако рефери, или сумма Рудис, позволил Деметрию подняться и продолжить схватку. В итоге именно Деметрия одерживает победу, убивая Деодора. После того, как я поверг моего соперника, я не убил его сразу. Судьба и подлое предательство, сумма Рудис убили меня. Обыкновенно судья останавливал схватку в случае, если поверженный соперник просил пощады или миссио. Решение о том, удовлетворить эту просьбу или нет, было за организатором игр, который в свою очередь старался опираться на мнение зрителей. Однако в этом случае судья просто разрешил Деметрию подняться, забрать оружие и продолжить бой. Вероятно, дело в том, как судья интерпретировал причину того, что Деметрий оказался на земле и без оружия. Можно предположить, что он счел то случайностью, и потому позволил тому подняться и продолжить бой. В любом случае, этот надгробный камень не только повествует нам историю гладиатора, но и в некотором смысле проливает свет на правила проведения гладиаторских поединков. По-прежнему сложно сказать, что могло свидетельствовать о поражении, а что нет, и в каком случае можно было продолжать бой. Но похоже, что правила, регламентирующие бой, существовали, и эпитафия на могиле Деодора указывает на одно из них. В любом случае, как видите, поверженный соперник не всегда означал победу. Следующий надгробный камень выставлен в одном из Миланских музеев. Он принадлежит Урбикусу, секутору, который жил в III веке н.э. Бриллеев изображает гладиатора, держащий меч и щит, с верным псом у ног. Надгробие было заказано женой Урбикуса по имени Лаурикия и содержит не только детали его биографии, но и намекает на обстоятельства его гибели. В самой верхней строчке мы видим уже знакомое нам сокращение от «Dismonibus», характерную для римских надгробий формулу. Вслед за именем и родом занятий усопшего следует указание на его родину – Флоренцию. Также из текста «На надгробном камне» можно узнать, что на момент смерти Урбикусу было 22 года, и он успел одержать победу в 13 боях на арене. Со своей женой он успел прожить 7 лет, оставив после себя двух дочерей – Фортуненсис и Олимпию, которой было всего 5 месяцев. И хотя текст на надгробии не говорит нам напрямую о том, как именно умер Урбикус, но по всей видимости его постигла примерно та же участь, что и Деодора. Поверженный в бою соперник из-под тишка нанес Урбикусу смертельный удар. Надгробная эпитафия заканчивается словами «Советую тебе убивать тех, кого ты победил». Это надгробие оформлено в виде небольшого храма с изображением маленькой собаки в центре. По нему можно судить о том, что Елена относилась к популярной у греков и римлян в то время породе декоративных собак – милитан или милитеус катулус. Первое слово указывает на место происхождения породы. У страбона и плиния старшего разное мнение на этот счет. Первый считает, что порода ведет свое начало с Мальты, а второй, что с островом Лето, сейчас относящегося к Хорватии. Катулус же означает щенок. Милитан был пушистый, небольшой по размерам декоративной собакой, чем-то напоминавший такие породы, как, например, шпиц или итальянский вальпино. Еленя – нашей питомице, несравненной и достойной душе, гласит надпись. Уже сам факт установки надгробия показывает любовь хозяев, но обратите внимание на имя. Собаку назвали в честь Елены Троянской – самой красивой женщины на земле. Впрочем, на самом памятнике животное изображено уже немолодым, уставшим, с отвисшим животом и, вероятно, с некоторой степенью ожирения. Касательно этого памятника есть альтернативная версия, гласящая, что он установлен не собаке, а человеку, а если точнее, ребенку. Слово «алумне» означает также «приемная дочь». Кроме того, оно использовалось для обозначения несвободного человека, выросшего в доме хозяев. Изображения животных действительно часто присутствовали на надгробиях детей, однако в этих случаях изображался также и ребенок, играющий со своим любимым питомцем. Тем не менее, даже если изображение собаки – всего лишь способ декорирования надгробного камня ребенка, странным кажется то, что мастер постарался изобразить тут животное с присущими ему индивидуальными чертами, вроде обвисшего брюшка, а не просто домашнюю собачку. Тщательность проработки деталей изображения и то, что животное смотрит прямо на нас, вероятно, говорит в пользу того, что Елена была все же собакой, а не римлянкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok